Это я. Мне кажется, пришло время всерьез что-то поменять в своей жизни. Почему? Ну, во-первых, я крыса. Согласитесь, не очень-то мне повезло. А во-вторых, у меня практически абсолютное обоняние. Не смотри ты на меня так! Не один ты в ловушке! Они велели мне повторить этот суп! Но я вообще не хочу быть поваром, я не умею готовить, я просто хотел уйти от проблем! А это же ведь ты суп специи подкинул! Что это было? Реган? Нет? Розмарин? Розмарин это приправа? Ты насыпал туда розмарин? Говорят, высокая кухня пижонская. А значит, повара пижоны? Это чушь. Лало, знаешь, бежал из дома в 12 лет. Устроился в бродячий цирк акробатом. А потом вылетел оттуда за интрижку с дочерью директора. Хорс мотал срок. Смотри хорошенько, Реми. Вот что бывает с крысами, которые считают, что люди не опасны. Мир, в котором мы живем, принадлежит врагу. Надо быть осторожнее. Надо заботиться друг о друге, Реми. Нам никто не поможет. Кроме нас самих. Давай уйдем. А то она может проснуться. А я не люблю тайны. Вся эта готовка и чтение. И телевизор. Все это пахнет дурно. Ты втянул меня в историю, а я поддался. Опять? Ну почему? Я не писал о Гюстон столько лет. Да, месье. Последний раз я назвал их забегаловкой. Да, месье. Вот текст. Гюстон наконец нашел законное место в истории. Я бы настоятельно рекомендовал ему служить поваром в сети Макдональдса. Конечно нет. Просто он мне внушает это. Я раскусил его задумку. Крыса появилась не в первый день. Я велел ее убить, а он ее не убил. И теперь сует мне ее каждый раз. Она здесь. Нет, она здесь. Мне мерещится. Я смехнулся. Она всего лишь призрак или нет? Ну нет, я не дам этому хмырю рядить меня в костюм пешки. О!